Петербургский художник, известный график, акварелист и иллюстратор Латив Казбеков работает в особой технике. Его материал – бумага, но с ней он обращается как с пластичной массой для скульптуры. В его сюжетах – звери из степей родного Казахстана, а также городские персонажи – натюрморты. «Я как-то дома сидел, увидел в вазе фрукты, гранаты, бананы, всякое прочее. Сначала пришла идея нарисовать, акварель или масло написать. А потом я подумал, а что если его вылепить?» Заводскую бумагу художник не использует совсем. Её создаёт сам из хлопка и льна. Размачивает их, добавляет крахмал и другие ингредиенты. «Я придумал лить трёхслойную бумагу. По принципу дамасской стали – мягкий слой, твёрдый, мягкий слой. Многие разной толщины. Что позволяет мне писать акварелью? Не как акварелью. То есть добиться прозрачности и в то же время глубины цвета, как на живописи». В качестве красителей Латив также использует естественные материалы. «Вот эту работу. Называется «Крик». Здесь все цвета натуральные, природные цвета. Только здесь разные сорта бумаги. «А расскажите о них». «Ну вот это хлопок. А это лёд с водорослями смешанный. И немножко хлопка добавлю». Плоские участки художник заливает жидкой массой. Рельефы – более концентрированный. При высыхании бумага уменьшается в объёме, поэтому он выкладывает её слоями. «При этом каждый слой должен высохнуть сначала, чтобы на него нанесли следующий слой. Если сделать сразу, она вся потрескается, разнесётся, усядется с разных сторон». Такая работа требует огромного терпения и трудолюбия. «Вот это хлопковое масло. Она цвет другой имеет. Вот берёшь вот такую ложечку, вот такой ножичек, и так вот потихонечку, потихонечку выкладываешь». На создание авторской бумаги и возрождение древних рецептов Латифа Казбекова вдохновила идея необходимости сберечь живой мир от саморазрушения. «А это как называется? Бумага в единственном языке». «То есть она уже самая цель». «А это как называется? Бумага в единственном языке». Продолжение следует...